Приветствую вас, друзья! Вы на туб-канале Все для Клева. Сегодня у нас очередное видео с раздела обзор товаров. Многие подписчики нашего канала задают вопрос по поводу катушки Anaconda Jungle. Это уникальная катушка, которая у нас идет с сигнализатором и битранером. Да, вы не ослышались, именно с сигнализатором. Если вы где-нибудь такую катушку видели, еще где-либо, которая была бы с сигнализатором, обязательно напишите в комментариях. Так вот, подписчики спрашивают, как она приводится в действие. Сигнализация катушки Jungle приводится в действие с помощью вот такой батарейки. Это 12-вольтная батарейка, которая используется в сигнализации машин. Продается практически во всех магазинах бытовой электроники. Вставляется она вот в этот отсек. Вот он открывается. Здесь написано плюс-минус, видите, да? Поэтому не перепутайте. Плюс у нас с той стороны, где вот эта пимпочка. Плюсик написано. То есть мы вставляем плюсом вверх, в сторону шпули. На пружинку, на пружинку вставляем минус. Вы поняли, да? Вот это минус. Вставляем батарейку. И закрываем этот отсек. Хочу обратить внимание на то, что этот отсек прорезиненный. Это говорит о том, что дождь, в принципе, не проблема для этой катушки. Конечно, если удилище с катушкой упадет в воду, нужно быстренько достать. Потому как все-таки это вещь электронная. Поэтому желательно, конечно, специально эту катушку не мочить. Вставили. Теперь, какой тут принцип работает? Нужно сделать так, чтобы стопор обратного хода был включен. Это говорит о том, что нужно включить вот этот рычажок. Вот он, видите? То есть мы включили его, и сразу подалось питание в цепи управления этой катушки. Теперь, когда включен стопор обратного хода, у нас ручка прорачивается только в одном направлении, вперед. На вываживание рыбы. То есть представили, что у нас катушка стоит на удилище. Мы забросили, подтянули леску нашу или шнур. Включили бейтранер. И поставили. Ждем поклевки нашего карпа. Регулировка бейтранера происходит с помощью вот этого переключателя. То есть мы ее настраиваем таким образом, чтобы не стягивала у нас леску перед на течении. И когда у нас карп клюет, у нас шпуля проворачивается. И тогда начинает звуковая и световая сигнализация срабатывать. Видите? Вот таким вот образом срабатывает эта катушка. То есть ничего сверхъестественного здесь нет в этой катушке. Но вот такая уникальная возможность, чтобы не ставить сигнализаторы, здесь есть. То есть это позволяет очень быстро наладить рыбалку. Особенно в начале, когда не нужно расставлять эти ротподы и так далее. Единственное, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это на то, чтобы в таком состоянии, когда вы закончите рыбалку, не оставлять катушку. То есть нужно выключать стопор обратного хода и желательно вытаскивать нашу батарейку. В таком случае вы сбережете, цепи питания не будут закислены, сбережете ресурс самой батареи. Еще один вопрос был о том, есть ли дополнительная шпуля к этой катушке. Нет, шпуля нет, она металлическая. В принципе катушка довольно-таки надежная, эффективная и уникальная с точки зрения того, что здесь есть сигнализатор. Друзья, если вы где-то видели такие же аналогичные катушки с сигнализатором и битранером, обязательно напишите в комментарии, потому как я лично таких уникальных катушек нигде не видел. Интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал «Всё для клёва». Ну а мы прощаемся, до скорой встречи на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока. Красава. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok